друзья сколько хлопот забот предпраздничных приятных а мы отложили все едем на барахолку а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Десять гривен Класс Блюдце Городница старенькая Это что-то из современного Это Полтава Это Гуды Даже не знаю, что это, фаянс А это немецкий, да, что-то? Да, это Кала, наверное, да? Ага, ладно, не буду И сколько такой комплект? Триста Угу Угу А сколько такой комплект? Такой 100 гривен 100 гривен Симпатичный Вот хорошая шапочка И вот тут еще есть К нему тарелки А, это еще не все? Да Двадцать гривен А, да, да, да Да Двадцать гривен А, да, да Двадцать гривен Да Двадцать гривен Двадцать гривен Зоник все Угу Есть, есть, да И сколько такой? 150, но я хорошо уступаю Их у меня две Он, он с головой С головой, 150. Все на месте. Вот его головы. А такое сколько рыба? За 20 гривен с нее дошли. Ее нужно подкорректировать края. Но так как сколько ей лет, это и стоило ожидать. Очень уж ее полюбляли. Нежиночки. Карамельные. 30 гривен. И хрустальные тоже рюмашечки. Тоже 30 гривен. Вот те с краю. С краю сейчас это самое. Вот эти. Вот эти вот. Их шесть штук. А вот такая тоже одна рюмочка? Одна. Красотулечка. 20 гривен. Красивая очень. Ну ладно. Дерево это, да? Да, чисто деревянное, целенькое. Грязное. Да, все целенькое, хорошенькое. Вот здесь на металлических фиксаторах держится. Платок тоже свой продаете красивый? Нет, ценно продаю. Так. Подставочка. 180. Какое зеркало. А вот главный авторик не купил вообще сегодня. Что такое? Он что-то не может выбрать себе. Он не знает, что ему надо. Это же это мрачное, да? Да, да. Ну я фотоаппараты. Фотоаппараты бери. Фотоаппараты бери. И не зароди. 20 гривен. Для тебя двадцатая. Шикарная. Шикардосная цена. А сколько брошь такая? Какая? Вот такая вот. 70 гривен. Еще что-то и сыпет сверху. То ли дождь. Ну, скину я не люблю. Не страшно. Да? Зря. А потом он, блядь, вернулся. Ну, за время она не будет. Нет, ну, я просто все. А, получилось? Да. Объяснимо. Вроде новое брюхо привез. Ну, сейчас по Миколому Муну мало что-то. Ну, сейчас по Миколому Муну мало что-то. Ну, сейчас по Миколому Муну мало что-то. Москва. Последний раз была обрезная еще марка. Обреза. А сколько такой Дед Мороз? Двадцать километров. Он пролежал десять минут. Я бегу в автобус. Верхний. Мой друг, мой друг. Смотри. Блюдо интересное. Сейчас глянем. Я заработал. Я буду радоваться. Я буду радоваться. Так, без опознавательных знаков. Я буду радоваться. Что это надо? Что это надо? Тач сам менять надо. Да, лучше. На закатке. Это советские. Ой, а что это за цветочек? Подскажите, пожалуйста, кто знает. Зачетливый виден цветок. Какая-то сервиза, какая-то как крышечка. Какая-то сервиза. Вазочка? Девушка, это не вазочка, это плафон. А, это плафон, я поняла. 150. В белизне, да? Да. Такая бенбиньерка. Смешник. Маяк. Снаружи, да? Музыка советского кино. А тут что-то грабит кожица. Миска просто прелесть. Зимняя тема эмалированная. Крас. Рубль десять. Вау. Класс. Целенький, да? Да. А что же это за чан? Это что-то типа для глинтвейна или что-то? Да, да. Да? Мне так первая ассоциация. Вот это, да? Так, еще раз вот этот, вот этот поближе. Сколько? Сколько? Камюньку. Сколько? Сколько? Тысяча. Ничего себе, это что за клево будет? Я только вас не знаю Так, в очках не смотреть Очень интересно Братцы, Италия, Украина дружна Я из Украины Я из Украины Украинский молдаван Украина Горостин старенький Здравствуйте Что вы мне звонили? Какая гормонь Мечта Это кто? Скорпион Запаянный Побороть по делу Да не нашу Это 50 Чернилица Сейчас мы пойдем, знаешь, где мы его посмотрим Ага Там где-то Там не мягкая Вам, да Вы же видели, что стояли не по 5 И это не сегодняшний Тогда Нет По 5 рублей там у меня Помните, недавно похожая Снутри этого валютка Сейчас мы вас макировали 50 рублей Господи, на счет шарфу Накупился в одну сезону Я полюбовал сутки Да нет, это классно Это вот сутки Для сутки Для сутки Для сутки Здравствуйте 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 Класс Горжи Горжи Мягкие шары Немецкий. Невесомый. Кузнецов. Товарищество Батрея Кузнецова. Суусник. Пушка. Пушим целая лошадь. Пушим целая лошадь. Пушим целая лошадь. Пушим целая. Что это за танк? Ого! Тяжелый. А это что вообще? Танк. Сколько такой? Тысяча. Тысяча. Их два, да? Ну, они разные. А, они разные? Да. Нога другая. Симпатичный, жалко. А то под нарктины. Угу. Ну, она так красиво на столе смотрит. Вот это. Вот там беленький лак он пойдет скрыть. Немножко-то вверх увидела. Ну, да, да. Или коричневый. Посмотри, зайка. Замечательно. Уже еще не обещала подойти. Угу. Угу. Если хотите, берите. Друзья, барахолка сегодня с маленьким ассортиментом. Я думаю, все-таки многие занимаются предновогодней подготовкой. Да и погода у нас с гололедом. Опасно вести бьющееся фарфор и стекло. И все-таки у меня есть небольшие покупочки. Одна из которых все-таки доказывает, что чудеса существуют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 которые я привожу в порядок, мою и вам, конечно же, демонстрирую. Итак, у меня есть покупка, и это просто какое-то волшебство. Посмотрите, я, вы думаете, я склеила или что-то каким-то образом реставрировала вазу? Нет, я сегодня ее купила. Это действительно невероятно, я даже не верила своим глазам, но подписчики мне многие, кстати, писали о том, что вы непременно встретите еще, не расстраиваетесь. Собственно, так и случилось, но я не думала, что так быстро все случится. Ваза Уршельского, мне сказали, что правильно именно на первый слог ударение ставить, я сегодня приобрела, и она у меня есть. Вот с таким необыкновенным рельефом дна, с клеймом. Цена 50 копеек, абсолютно целая, несмотря на то, что сегодня было очень скользко, но я ее доставила целой и невредимой. Ох, этот жемчуг! Не могу я пройти мимо красивых изделий. Полюбуйтесь, пожалуйста. Это брошь с неимоверными пусинами-жемчужными. Такая она, скорее, уже антикварная, я думаю. По производителю, может быть, вы мне подскажете, кто делал такие изделия. Здесь очень много бисера. Она такая очень элегантная, изысканная. Чудесная брошь. Купила я ее за 50 гривен. Друзья, в канун праздников, посмотрите, два героя из разных эпох. Вы какого выберете? Гномика или Деда Мороза? Недавно я приобрела себе этого гномика. Мне он тоже очень нравится. И этот Дед Мороз, это покупка сегодняшнего дня. И он, конечно, просто бесподобен. Очень мне нравится. Давайте глянем. Старенький и престаренький. Я думаю, что это где-то 50-60-е годы. Хочется, чтобы вы увидели Москва. Артикул есть. Цена не очень разборчивая. Возможно, 26 копеек. Мне так кажется. Вот такой Дед Мороз с елочкой, с мешком. Просто чудо. Не Дед Мороз? Уж этот точно все исполнит. Посмотрите. Ну что, мои дорогие зрители. Сейчас как-то вроде бы и не очень до барахолки. Очень много у всех у нас хлопот. Даже не знаю, буду ли я завтра. Действительно, очень много всего нужно успеть за этот период. И тем не менее. Благодарю вас за просмотр. Что вы находите время все-таки посмотреть мои ролики. Чтобы все мы успели подготовить к новогодним праздникам. Я вам желаю. И до новых встреч, как всегда. Субтитры подогнал «Симон»